Ну а перед началом видео напомню вам про ПК-клуб. Дискорд сервер, на котором вы в любой момент можете пообщаться на ПК-тематику или попросить помощи. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Ивана. И сегодня у нас на столе достаточно необычный видос. Ведь сегодня за долгое время я решил поговорить об играх. Вообще я давно хотел делать такую рубрику. Вон, даже для первого выпуска написал сценарий с видеорядом, который я сделал, внимание, в октябре. Ну в общем, ладно. Просто хочу сказать, что если вам этот видос зайдёт, то я сделаю ремастер моего прошлого видео. Ну и давайте ближе к сути. Сегодня я затронул несколько, по моему мнению, достаточно крутых и достаточно малоизвестных игр с мобильных устройств. Сегодня у нас на столе их будет целых три. И каждую из них я буду обозревать, рассказывать о ней и в итоге делать оценку от одного до пяти по трем критериям. Визуал, геймплей и музыка. Надеюсь, вам эта идея понравится и это будет интересно. Ну и погнали. Первой игрой в нашем списке будет та самая игра, которую и сподвигла меня на создание данного видеоролика. А именно, Feed Me Oil 2, или как я её называл в детстве, накормление нефтью 2. И господи, как я обожаю эту игру. Эта игра была создана в студии Holy Games Water. И самое удивительное, что эту игру сделали русские. Ну и давайте начнём с местного лора. Ну, у нас тут есть типа труба. Ну и оттуда типа идёт нефть. И это типа, наверное, плохо. Ну и типа всё. Но сама игра является 2D-головоломкой, включающей в себя целых 7 локаций и включающей в себя аж целых 105 уровней. Основной целью на каждом уровне будет являться доставка нашей нефти из одной точки в эту самую финальную точку. Но при этом эта сама точка может быть где-то далеко, спрятана, как-то её там надо открыть. И из-за этого некоторые уровни становятся реально сложными. Половину уровня я, кстати, вообще за счёт Ютуба прошёл, так как моё IQ отрицательное. Ну и постепенно в игре будут добавляться новые механики, там всякие пушки, вентиляторы, кнопки и так далее. Со временем геймплей становится всё более сложным и более разнообразным, что дополняет интерес к прохождению. Также в игре есть всякие ачивки, всякие там спрятанные яички и так далее. Так что игре я сразу вылепляю жирный респект. Вот прям реально круто. А вот тут я хочу делать остановочку. Дальше я уже сколерить не буду, так что если вам игра понравилась по тому, что я вам рассказал, то можете смело её качать. Но хочу делать помарочку. Игра есть только в App Store. Да, к сожалению, нету на андроидах, я даже пытался скачать эмулятор себе на ноутбук. Ничего особо не очень. Ну и давайте подведём итоговую оценку. Давайте начнём с визуала. Он просто шедеврален. Этот сюрреализм, эти тени, этот стиль, это просто великолепно. Сам стиль выглядит очень... Необычно. Тут и достаточно детализированы тени, всякие мелкие детали и просто какие-то нереальные создания и формы. Всё это приправлено великолепными фонами и выключено на максимум кислотности. И ещё жмыхнутостью. Даже не знаю, как ещё описать шедевральность этого дизайна. Вот мне он прям очень нравится. Так что за дизайн я прям тут от души ставлю огромную 5. Геймплей. Как я опять же говорил, геймплей ходит достаточно простой, но при этом интересный. Уровни интересные и достаточно разнообразные. Сложные в меру и за всё высшее перечисление я могу смело дать пятёрку. Даже не знаю, что добавить. Не понравилось. Дальше у нас идёт музыка и... Ну музыка-то тоже на высоте. Сама музыка выполнена в таком, знаете, типа деревенском стиле. Вот там банджо, атмосфера пустыни, вот всё такое. При этом в игре каждая из основных четырёх локаций имеет свой собственный сонтрек. И тупо послушайте, насколько это кайфово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и гадайте, что. Конечно, я ставлю за это пять. Даже не знаю, что добавить не очень нравится эта игра по всем аспектам. В итоге скажут, что игра реально классная, рекомендую в неё поиграть. Ну и давайте двигаться дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Главная завязка происходит за счёт персонажа Леонардо, которого украли его золото. Мы идём по следам из этих самых украденных монет и в итоге находим разгадку. На этом наш краткий сюжет заканчивается. Теперь я буду рассказывать о самой игре и попытаться рассказывать о ней без спойлеров. Сама игра является достаточно классическим платформером, выполненным в таком, знаете, типа два с половиной до стиля. Сама игра имеет несколько глав, каждый из которых имеет свои собственные уровни, дизайны и так далее. Также с каждой главой сложность игры постепенно увеличивается, а также сами механики становятся более оригинальными и разнообразными. Особенно меня в этом плане впечатлила пятая глава. Она крайне оригинальна и имеет крайне необычные по своей сути механики, которые вы вряд ли встретите в других платформерах. К примеру, затрону вот этот вот момент, в котором у нас есть абсолютно тёмный коридор, и мы должны вручную передвигать источники света, чтобы вся паркурсекция была видна. По мне это крайне оригинальная задумка, и я не вспомню ни одного подобного момента в других платформерах. Особенно круто это смотрится, учитывая то, что эта игра была сделана на мобильное устройство, от достаточно небольшой студии. Ну и что-то я немного отвлёкся, просто ещё отмечу пару, по моему мнению, плюсов игры. Во-первых, как я уже упоминал, это геймплей, он достаточно интересный, это достаточно необычный платформинг, не слишком сложный, не слишком простой, вот прям что-то в меру. Также мне нравятся некоторые главы, некоторые локации, они выполнены, по моему мнению, крайне стильно и оригинально. Сама игра в итоге стала достаточно популярной, собрала немало скачиваний, но в итоге сейчас она уже далеко не такая популярная. Хоть её даже немного ремейкнули в Apple Arcade. Ну и давайте подводить итоги игры. Всем привет, это я на моменте монтажа, и я понял, что не озвучил фрагмент про оценивание дизайна. В общем, за дизайн я ставлю 5, ну и всё. За геймплей я могу поставить такую, знаете, четвёрочку с плюсом. По факту я могу поставить и 5, но знаете, для меня игра была достаточно простоватой, а также она достаточно короткая, то что, ну, тоже не совсем круто. Да, реиграбельностью здесь не особо пахнет. Но всё равно игра достаточно интересная в геймплейном плане, так что я ставлю крепкую четвёрку. Дальше у нас идёт музыка. И музыка в этой игре просто шедевральная. Она очень эпичная, она очень качественная. Вот её кобутки прям для какого-нибудь, не знаю, постапокалиптического фильма писали по уровню эпика. И музыка в этой игре просто шедевральная. По итогу скажу, что игра мне очень понравилась. Она у меня связана с кучей воспоминаний из детства. Даже когда я недавно её перепрошёл, я понял, что это всё равно отличная игра. Также рекомендую её вам пройти. Дальше я очень долго думал, какую игру выбрать. Даже несколько раз переписывал сценарий. Но в итоге я остановился на Seashine. Seashine была выпущена в августе 2015 года в небольшой инди-студии Painted. И достаточно короткий промежуток времени, она сразу собрала немало наград и получила любовь пользователей. По жанру эта игра записана как экшен, но я бы мог её назвать рогаликом. Так как здесь тоже у нас одна жизнь. Здесь есть элементы исследования. Здесь есть враги. Здесь есть процедурная генерация. Да и в принципе игра очень напоминает рогалики. А я очень люблю рогалики. Так какового сюжета в игре нету. Мы просто медуза и мы плаваем по какому-то, не знаю даже, океану, пещерам. В этой игре даже завезли биомы. Правда только один из них реально отличимый. Это Корр и господи Корр это просто страх толсофоба. Помню как в детстве боялся этого места. Гейплайн игра достаточно прикольная. У нас есть ограниченная полоска жизни, которая угасает с каждой секундой. И чтобы её пополнять, нам нужно поглощать специальных светящихся рыбок. Также мы можем пополнить своё здоровье за счёт звёздочек. Помимо установления здоровья, они являются местной валютой. Её можно тратить на покупку новых медуз. Каждая из которых имеет уникальные характеристики. Или например открывать секретных спрятанных рыб. Ну или вкачивать уже купленных медуз. Всё это добавляет особой реиграбельности игре. Также игра достаточно атмосферная. Здесь есть приятный саундтрек. Достаточно мрачные враги. Особенно вот эта тварь. Ну и давайте подводить итоги. По визуалу я поставлю 4. Сама игра по себе красивая. Здесь есть приятные тени, приятное освещение, приятный дизайн. Но 3D графика в некоторых моментах прям выглядит не очень. Но при этом я не могу отрицать то, что дизайн делает особый шарм игре. Так что 4 я всё равно поставлю. По геймплею наверное 4 с плюсом. Я даже не знаю что сказать. Он просто хороший. Он интересный. В некоторых моментах очень даже напряжённый. Достаточно реиграбельный. Так что давайте просто остановимся на 4 с плюсом. Ну и по музыке я тоже поставлю 4. Музыка в этой игре достаточно приятная. Она расслабляющая. Но при этом у неё есть одна особенность. Каждая нота музыкального трека здесь играется, когда мы двигаемся нашей медузой. Двигаемся мы свайпом. Так что каждым свайпом мы воспроизводим одну ноту. Это очень интересное решение. Но всё равно выше 4 я не могу поставить. Сорян. В общем скажу, что игра мне понравилась. Она атмосферная, достаточно мрачная. Но при этом интересная. Ну и на этом всё. Вот такой вот необычный видос вышел. Надеюсь он вам хоть немного понравился. Если да, то можете что-нибудь написать. Я всё читаю. Подписаться. Мне тоже будет приятно. Ну и даже не знаю что добавить. Как какая-то уже традиция извинись за то, что видосов не было так долго. У меня сейчас наконец-таки будут каникулы. Так что я смогу делать видосы в прежнем темпе. Ну и на этом всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok